15 лет назад в газете «Московский комсомолец» был придуман проект «Покори Воробьёвы горы». Идею поддержали в МГУ. Главная цель Олимпиады – дать возможность юным талантам получить образование в лучших вузах страны. Вне зависимости от места проживания, социального статуса и материального благополучия. Воспользоваться этим шансом уже смогли более 6 тысяч школьников. «Мы считаем это, наверное, самым важным показателем этой Олимпиады, что по нашей информации ни один победитель проекта «Покори Воробьёвы горы» за 15 лет не был отчислен из МГУ имени Ломоносова». В этом году в заочном туре участие приняли 18 тысяч российских школьников. С заданием справился каждый седьмой. Теперь им предстоит доказать свои знания на очном этапе. Всех участников организаторы распределили по нескольким регионам. Более ста человек прибыли в Челябинск. «Имеется всё необходимое технологическое оборудование по всем общеобразовательным учебным предметам. Есть классы инженерно-технологического профиля, медико-биологического профиля, а также классы укомплектованы всем необходимым». Покорять Воробьёвы горы претенденты на бесплатное обучение будут в течение двух дней по девяти предметам. Два года назад к основным добавились география и журналистика. Ставки высоки, поэтому одной олимпиадой проверка знаний для участников не ограничатся. «Почему мотивированные сюда идут ребята? Потому что они понимают, что став победительными призёрами олимпиады любой, в том числе и Покорива Воробьёв горы, им ещё необходимо будет потом в июне подтвердить свою победу на олимпиаде 75 баллами единого государственного экзамена, что не так-то просто». Кстати, не останутся в стороне и призёры. Участники, занявшие вторые и третьи места, получат льготы при поступлении в выбранный ВОЗ.